В очередной раз проверим одну интересную штуку из интернета, которую нашел у своего, так сказать, коллеги. Ну и сегодня мы еще раз сделаем то же самое, что уже снимали на ту же очередную тему с фитингами и тому подобное. Ну и заранее желаю хорошего просмотра, так и не забывайте подписываться на канал. Тройничочек чугунный, что это стоит копейки в Leroy? Загуглите, если сомневаетесь. Поэтому давайте проверим. Ну и что, давайте попробуем. Попробуем первую сделать. Это у нас то, что мы делали в прошлый раз, накручивали. Сегодня у нас будет запрессовка, я увидел у товарища, как он так делал. Итак, нагреем. Давайте попробуем сначала вот это. Естественно, трубу мы будем втрамбовывать в тройничок, а вот заглушечку мы будем вот в такую вот муфточку втрамбовывать. И смотреть, что у нас получится. Ну давайте нагреем. Я вот подложил в такую вот небольшую импровизированную плитку. Греть буду с помощью обычной горелки. И сразу же запрессовываем муфту. И именно что запрессовываем, а не накручиваем. Вот так вот это выглядит. Даем остыть, остынет буквально там. Ну что, потихонечку попробуем выкрутить. Я довольно сильно втрамбовал, получается, что шлицы, грубо говоря, самой головки зашли туда, поэтому надо было чуть-чуть поменьше. Ну вот, смотрим. Если исключить вот этот косяк со шлицами, то там прям вполне-вполне идеальная резьба получается. Сейчас покажу ближе. Я думаю, видно. И все это вот так офигенно, так все это офигенно закручивается. Естественно, это можно использовать только на низком давлении, в доме, в квартирах нежелательно, на улице, либо в хозяйственных помещениях самое то. Естественно, сейчас набегут, блин, противники этой темы и философы, у которых все нужно делать паяльником. Но, блин, мужики, это соединение разборное. Запомните, паяльником только резать. Ну и сейчас попробуем сделать то же самое, но на другом кусочке трубы затрамбуем сюда. Нагреваем. И пробуем. Главное, что все это дело не завалить. Есть. Там труба уже показалась. Видно белые напайки изнутри. Также оставим остывать. Ну и немножечко подостыл и разберем. И вот только посмотрите на саму резьбу. Я думаю, видно, да? Что все грани ровные и острые. Возможно, кстати, уменьшение внутреннего диаметра, но здесь не уменьшилось нормально. Но оплыв этот как бы есть. Да и фиг с ним. И вот вам разборное и очень крепкое соединение. Добавьте лен и будет держать любое давление. Кто бы вам ничего не рассказывал. Но при этом, при этом, при этом самое главное его плюс, это то, что оно разборное. Доказывайте хоть что угодно в комментариях, что лучше или не хуже. Но для хозяйственных нужд на улице, либо там в хозяйственных помещениях. Вот. Очень удобно. Пусть не быстро, но удобно. Особенно для каких-нибудь временных решений. А мы сами с вами знаем, что временное всегда самое постоянное. Поэтому пользуйтесь.